Здравствуйте, уважаемые друзья, любители макросов! С вами на этом канале, как обычно, Doom. И в этом видео мы разберем, как установить макрос на универсальную программу-эмулятор Macros FX. Сразу оговорюсь, что, как обычно, все необходимые ссылки из этого гайда вы найдете в описании под видео. Ну, конечно же, если вы смотрите на YouTube. А также в описании под видео есть очень много готовых макросов, которые можно использовать в Macros FX по ссылке, естественно. Итак, прежде всего, что такое Macros FX? Как я уже сказал ранее, это программа-эмулятор. Единственное ее отличие от мышки в том, что макрос у нас работает не в памяти самой мыши, а непосредственно на вашем ПК, используя вот эту вот нехитрую программку, которую вы видите по центру моего рабочего стола. Итак, макрос можно установить на любую мышку, но, чтобы его установить, для начала надо скачать Macros FX. И самым лучшим способом будет для этого doomxify.com, ссылка на который, угадайте, находится где? Правильно, в описании к ролику. Жмем на вкладку скачать или переходим по ссылке из описания, и здесь мы видим целый раздел, посвященный Macros FX. Здесь находятся различные версии, в том числе архивные и последняя актуальная версия Macros FX. Просто скачиваем программу и устанавливаем. Ну, хотя, как устанавливаем? Установка для нее не нужна, поэтому можно сразу же открывать и пользоваться. Прежде всего, нам нужно открыть программу и раздобыть где-то макрос. Я буду показывать на своем макросе. Это макрос на берету ARX для Warface. Все мои макросы находятся в архиве. Но если у вас макрос не в архиве, то ничего страшного. Использовать на самом деле можно любой макрос, но во всех моих архивах есть специальный файл для Macros FX. И, кстати, все мои архивы, естественно, комплектуются инструкциями. Итак, у нас есть два макроса и два способа установить макрос в Macros FX. Первый способ – это скопировать его из специального текстового файла. И второй способ – это открыть при помощи программы. Итак, давайте попробуем скопировать макрос. Мы просто копируем код макроса, вставляем его в свободное окно. Он у нас появился. Далее мы нажимаем на иконку с дискеткой. Для чего мы сохраняем наш макрос. Записать его можно как угодно. Например, я запишу его беретто. Главное – записывать на транслите. Избегайте кириллических символов. После того, как макрос у нас записан, мы просто нажимаем на клавишу F8 на клавиатуре. С помощью этой клавиши происходит активация нашего макроса и мы слышим характерный звук. После чего на левую кнопку мышки у нас начинает работать макрос точно так же, как если бы мы пользовались игровой мышью. То есть, в принципе, это очень просто и максимально удобно. Нажатием клавиши F8 второй раз, после писка мы видим, что макрос у нас перестает работать. Как менять макросы? Итак, мы можем нажать на нашу папочку. И здесь мы видим наши макросы. Точно так же мы можем, например, взять макрос на хову. Это уже другой макрос. И точно так же можем открыть. Сохранить. Например, с названием хова. И пользоваться им по нажатию F8. То есть, как вы видите, рисунок отдачи у нас изменился. И это новый макрос. Соответственно, все макросы сохранятся у нас в этой папке. Эта папка у нас находится просто в документах. Соответственно, если мы перейдем в документы на нашем компьютере, мы обнаружим, что здесь у нас лежат наши макросы. Точно так же мы можем переместить обычный AMC или MGN макрос, открыть его в папке, найти его здесь, открыть. И точно так же сохранить под новым названием. Например, 111222. Сохраняем. И теперь мы можем его снова выбрать. То есть, это та же самая берета, но установленная другим способом. Соответственно, нажав F8, мы уже наблюдаем отдачу нашей береты. Соответственно, установить макрос можно несколькими способами. Это вручную скопировав все данные из специального текстового файла. Либо просто перенеся наш макрос в папку документы, куда записываются все макросы, в системе вашего ПК и просто сохранив по новой. Все очень просто. Программа работает, собственно говоря, из коробки. Просто после скачивания. Вам даже не нужно ничего настраивать. Если программа плохо работает, не как у меня, например, просто скачайте другую версию. Также, если вдруг вас выкидывает с игры, либо программа сама закрывается, просто скачайте другую версию. Иногда требуется более новая, либо более старая версия программы. Также в программе есть пункт настроек. Соответственно, здесь вы можете изменить клавиши, назначить, например, другую клавишу активации. Или, например, назначить другую клавишу на мышке. Например, стрелять не с LKM, а с PKM. Ну, в общем, как вам удобно. Точно так же здесь можно изменить чувствительность, но, к сожалению, чувствительность будет меняться у вас непосредственно в OS, то есть в Windows. Я не рекомендую этого делать, но, тем не менее, такая возможность у вас есть. Также вы можете произвести диагностику вашей Macros Effects и мышки, либо вы можете установить модули, но, к сожалению, разработчик пока программу модулями не снабдил. Вот такая вот, собственно говоря, несложная программка Macros Effects, которой вы можете пользоваться совершенно бесплатно. Это, кстати, единственный эмулятор Macros, который распространяется бесплатно. Он достаточно удобен. В принципе, я могу его рекомендовать, но, конечно, в идеале использовать Macros на мышке. Например, X7 или Bluddy, ну, либо какой-то другой, который вам нравится. Надеюсь, что гайд был полезен. Не забывайте заглядывать в описании, там очень много полезных ссылок. Также напомню, что мой канал недавно удалили, к сожалению, и все видео, гайды, демки пропали. Поэтому не забывайте подписываться, если были подписаны. Ну, или подписывайтесь, если не были, потому что у меня тут очень много всего интересного. Такие вот дела. С вами был Doom. Ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч, друзья.